Какие-то суперсложные технологические подходы, для того, чтобы хоть немножко их размешать. Это безнадежное дело, чтобы размешать до каждой клетки, но все-таки есть варианты, где можно немножко делать это более чистым сигналом. И с этим связаны все расшифровки и все теоретические вопросы относительно того, можно ли с помощью таких сигналов прочитать институт. Не можно. Ну вот такой персональный, просто из первых рук, можно это все не читать, но важно, что нас этот сигнал очень сильно увлек. У меня не было какого-то специального мировского взора, во многих там ситуациях оказалось грубоват этот сигнал. Трудно различать там лекарства какие-то, еще что-то, еще что-то. И сам сигнал нужно было подработать, как его обрабатывать. Ну вот был некоторый такой период в лечении обработки, математической обработкой просто этого сигнала. Но в какой-то момент, вот как Петр говорит, ко мне пришли, пришел за ведущей камерой всего лишь. Ну это вообще почти как ТГФБ для начальника. И говорит, раз у вас такие уже тонкие методы, мы там уже много чего сделали, там порой, сейчас могли там что-то делать, ну скажем, структуру сна, по-моему мы изучили, вот верхняя статья, была такая известная, он говорит, вот вам молекулы. Давайте тестируйте, значит, какой она имеет эффект на человека. Ну вот, что это за молекулы? Ну еще так не узнать, конечно, никто не узнает, а не узнает. А она как-то имеет вот такой название. Ну что, они не просто принесли мне эту молекулу, а они ее исследовали 10 лет на крысах. Она прошла все испытания, положенные для доклиничных испытаний на животных. Все это уже было сделано. И она улучшала память и способность к облечению у крыс. Ну и считалось, что это в общем новый психостимулятор. А молекула интересная просто потому, что она берется прямо из организма. Это не такая, не такой синтез неизвестно чего-то. Это случайно подобное. Ну что, хоть мне делать было? Молекула безопасна, все проверено. Вот нужно заняться этим делом. Ну все-таки видите, интерес пересилил, а самое-то главное. Ну а где взять новые лекарства, допустим? Это же проблема. Ну если я откажемся, допустим, исследовать эту молекулу, все мы откажемся. Ну что, давайте не будем забывать, что все мы живем сейчас примерно в два раза больше, дольше, именно из-за лекарств. Не было пенселина, не было всего. Значит, это же тоже может помочь. Вот я взялся. Это был нравственный выбор. Ну в каком смысле, не хотелось мне с химией возиться. Но, тем не менее, я взялся. Результаты были удачные. Совершенно по-другому оказалось действие это на человеке. И теперь и оказалось, что это не психостимулятор, совершенно другая группа, наотропный препарат. Ну что лучше, оказывается. Да еще, становятся гипотоксическим действием. То есть таким действием, который расширяет ресурсы мозга по утилизации кислорода. Чаще всего утомление, перепряжение, это результат дефицита кислорода не в воздухе и вокруг, а просто потому, что клетки интенсивно трудятся и не успевают, ну поставка кислорода и прочего, не успевает за деятельностью клеток. Вот это расширяет этот препарат, потому что наотропы вообще, но вот это, как было догадано, расширяет это действие. Ну вот даже, видите, время получили. Мы приближаемся к завершению. Такая же ситуация возникла с этими методами и шизофренией. Ну да, было опять же интересно. Никто не может различить двух людей, если это диагностированная шизофрения, но человек еще не потерял критику. Он уходит на работу, но болезнь есть, диагностировать врачи. Надо же все-таки как-то не просто по мнению врачей, а просто надо иметь аппаратную диагностику. Вообще-то это вот для меня был осознанный, нравственный выбор. Почему? Потому что, представьте себе, если я получаю аппаратную методику, которая позволяет делить людей на вот эти две категории. Когда кто-то пришел от врача, психиатра, и говорил, что вот мне сказали, что я шизофреник. Так все подсмеются над этим и скажут, ну и что, почему все тут шизофреники, ну так сказать, они большие шизофреники, ну и так далее, и так далее. Потому что мало ли что он сказал, он побеседовал с человеком, и что-то кто-то сказал, что такое оригинальное. Ну все, я утрирую немножко, но все-таки это клиническая беседа. Конечно, психиатры делают это все по-правильному. Это тоже считается объективной диагностикой, потому что есть вопросники, беседа с близкими, родственниками и так далее. Но это все беседы, а здесь аппарат. И вот я тогда задумался, а вдруг мне это действительно удастся? Что ж тогда получится? Ну, я взялся. К счастью, мы сделали несколько статей, мне это не удалось. И никому в мире пока что это не удается. На уровне вот этих энциклографических кривых эти люди не различаются. Ну и справа в рот, в общем, хотя мы прошли этот путь, я сделал какие-то выводы из себя, ну и так далее. Ну и знаменитые сейчас популярные нервные интерфейсы. Видите, какая проблема? Человек, который потерял подвижность, ему как-то надо восстанавливаться, а как, если тело не движется? Вот один из подходов, это тело-нотробное для него, представление движения. Вот человек может представить движение, и как-то из спортивной медицины надо же ясно, что так это работает. Но как сделать так, чтобы этот образ был устойчив? Ну раз представил, второй, третий, ну касается, ну и день как-то. Поэтому делают так. Моторное представление. Но надо какую-то обратную связь, надо зарегистрировать, что действительно вот это представят. И дать обратную связь, например, на экзоскелетную конструкцию, которая прямо на руке, на кисти. И тогда вот как только он представляет хорошо и интенсивно, вот кисть сжимается. Получается, вот намерение перетворяется в действие. То, что надо для тренинга. Но как это сделать? Вот сюда, вот для этого тела и нужен нейрокомпьютерный софей со всей своей отрывочкой. Регистрация вот этого моторного образа. Конечно, туда не видеокамера всовывается в голову, чтобы посмотреть, есть там образ или нет. Через энцилограмм. Все это тренируется, в результате получается. Но мы что получили? Получили ситуацию, где мы можем действительно подсмотреть, если не мыслить, то намерение. Мало никакие, кому-нибудь захочется подсмотреть намерение. Вот эта ситуация тоже какого же нравственного выбора. Потому что я, конечно, не преодолевал себя в этих нравственных условиях. Но я понимаю, что здесь, конечно, я понимал и сейчас понимаю, что, конечно, здесь как-то можно подключиться. Но возможности этих технологий к счастью не такие широкие, как фантазируют люди. Поэтому можно работать. Преодолели это дело. Другой тип. Здесь совсем другая ситуация. Человека провоцирует еще хуже денег. Там в матрице мигают разные буквы. А мы подсматриваем в этот момент, какая буква его интересует больше всего. Они все вызывают реакции. Но какая-то реакция будет немножко отлично. Значит, я таким образом пойму, какую букву он представляет. Или картинку, или образ, или что мы там поместим в этой среде. Тоже уже нехорошо. Человека можно посадить, сказать, смотри, пожалуйста, мультик. А реально там будут тестироваться какие-то картинки. Он вытекнет. Мы только что про него уже знаем. Ну, взяли, делаем. Значит, сделали еще дальше, еще хуже. Вместо обычную руку заменили на фантомную. И, так сказать, теперь человек уже сидит вот в таком виде, у него нет своей руки. Она заграпирована. И получается, что осуществляется перенос программ управления с реальной руки на эту фантомную руку. И это все получается. Но у МЧП уже как тренинг тоже такого рука мы на это дело получили потенку. А дальше-то что происходит? Получается, что мы делаем управление какими-то манипуляторами, которые в конце какого-то выйдут из строя. Перед глаза ползет какой-то вирус, не гриппа, а какой-нибудь компьютерный вирус. И эта рука свалит человека за горло, например. Это же такое дело все уже на грани. Но вот мы, значит, идем дальше. И важно сейчас, как было важно в этих исследований, важно было. А что оно дает что-то для коры? Сейчас мы завершаем. Я хотел показать, как в логике одного исследования возникают вот такие рубежи. Так вот, это такое чудо, так сказать, такие помпомы руки, где тренируется уже не своя рука, а тренируется эта вот напечатанная на 3D-принтере рука. Так происходит ли что-то со своей моторной корой? Потому что мы же ориентируемся, ориентируем эту всю технологию на то, что после инсульки пациент будет вот так тренироваться с фондомом, потому что его рука сама не работает. Но в карете должно что-то происходить. Как узнать это дело? Ничего не поделаешь. Нужно протестировать моторную корону на предмет того, что там повышается возбудимость, когда он управляет этим фантомом, который вот над задрапированной рукой. Или нет? Как это сделать? Трансминальная магнитная стимуляция. То есть совсем плохое дело. Магнитным острым магнитным лучом, он отдельными импульсами стреляется в голову. Но надо ориентируется правильно. И правда это всё, конечно, рассчитано, по-моему, сейчас сняв таким, что ничего не станет с этим человеком. Но, тем не менее, мы активируем... Физика говорит, что методом индукции возникают электрические токи, которые раздражают локально корону. Вот посмотрите, какая идея здесь. Если на голове уже есть эта катушка, которая ориентирует магнитный лучший, а от мышцы мы отводим потенциалы, вот красный и синий. Это такие потенциалы. Синий потенциал – это когда человека один раз или двадцать раз, потом усоединяют, стимулировали этой катушкой. Видим какую-то облику. А теперь во время воображения этого фантома. Не своей руки, а вот этого чуждого отдельного фантома. И видите, подрастает красная клевая. Это означает, ответ мышцы возрастает, при том, что силы импульса мы не меняем. Значит, возрастает возбудимость самой корыжи, и тот же самый импульс передает больше отпуск. Вот доказательство того, что, да, это действие, ну, такова логика научного исследования. Но что мы применили? Мы применили транскременную магнитную симуляцию, то есть стимуляцию мозга из внутренних. Эта технология не называется импазивной, но, видите, здесь тоже выбор. Надо дальше делать с этим что-то. Ведь теперь на очереди у нас выиграли уже такой проект. Надо теперь делать. На очереди обратная связь нейроинтерфейсов с мозгом. Но раз уже мы владеем эту технологию, так давайте на ней же и сделаем обратную связь. Что-то хорошее получается в среде через транскременальную магнитную стимуляцию и мы сообщаем колен, что все хорошо получилось от одной стимуляции. Или плохо получилось от другой стимуляции. Все, закончилось все время. Ну, вот видите, это совсем уже такое плохое дело. Мы-то понимаем, что безвредно, все понятно. Но если бы это попадет неправильно, что-то, что-нибудь еще. Все эти устройства можно сделать в мастерской, гаражей. Ну, все, последний кадр. Это все вот реально делалось. И... Все, 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 последний слайд. Дело в том, что... Вот так же, если говорить про нравственный выбор, а нет ли в голове центра нравственного выбора? Вот если бы там был центр нравственного выбора... Ну, все знают, есть центр удовольствия, это не совсем так для человека. Такой другой центр нравственного выбора. Тогда проще было. Если у тебя есть какой-то нравственный выбор, давай мы подкрутим эту область. Он будет такой, как надо. Видите, то есть управление уже с самого высокого уровня. Действительно такой центр есть. Вот эта работа. Ну ладно, сейчас много таких работ. Вот он расположен, видите, затылочный. Уближе к затылку, да. То есть такая... Райан хорошо тестируется в магниторезонансных исследованиях. Просто людям дают всякие тесты на вот такой нравственный выбор, и там сесть, там активируется. И все, последний умиск. А что, если мы попробуем изменить активность этого центра? Может, правда у человека как-то изменится суждение о морали, о нравственности и так далее? И вот эта вот умная девушка сделала этот эксперимент. Действительно, вот ссылка на эту статью, и сейчас есть подтверждение. Действительно, если использовать этот самый транскормиальный магнитный стимулятор и стимулировать определенными параметрами вот эту красную область, человек меняет свои увеждения в худшую сторону. Вот у него были высокие нравственные оценки, а теперь не хватает. Спасибо, Александр Яковлевич. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Приходим на Талли Галкина, пожалуйста. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ